Жители деревенец бьют тревогу. Закрытое для новых захоронений местное кладбище, по их мнению, все же незаконно расширяется. Причем в сторону будущего парка Наталья Хмелева постаралась проверить эту информацию. Тот первый забор, который был, он по-хорошему должен проходить вот так. То есть вот это вот все, что уже появилось, это уже появилось совершенно недавно. Недавно понятие относительное. Судя по датам на надгробиях, новые могилы появлялись здесь в начале 2000-х годов. И неудивительно, с 2009 года деревенецкое кладбище официально закрыто. Разрешены только под захоронения. Но жители ближайших районов забеспокоились. Тревогу жителей вызвала вот эта площадка. Осенью прошлого года здесь начали вырубать кусты и молодые деревья. Люди опасаются, что вскоре на этом месте появятся новые захоронения. Пока что их здесь нет. Как и ответа на вопрос, для чего вырубались деревья. Вопрос не праздный. Неподалеку отсюда планируют обустроить новый парк. Беговые дорожки, скамейки, освещение. Разрастающееся кладбище в эту картину не вписывается. Опасения жители высказали своему депутату, а затем и полиции. Ответных действий пока нет. Но народные представители сдаваться не собираются. Конечно бы хотелось также привлечь внимание администрации города к тому, что кладбище на сегодняшний день содержится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. Большое количество мусора по периметру. Ну, соответственно, и само ограждение тоже требует капитального ремонта. Как мне кажется, конечно, нужно в первую очередь оградить само кладбище, для того, чтобы четко обозначить его границы. Мусора по периметру кладбища действительно много. А что до новых, именно с захоронений, волноваться не о чем уверены компетентные службы. Ведь самовольно появиться они просто не могут. Все проходит через наш архив. И родственники приезжают, именно тех умерших, которые до этого были захоронены на данном кладбище, предъявляют документы, родства. И мы тогда выделяем уже разрешение подзахоронивать. То есть это исключено, чтобы самовольно там кого-то захоронить. Что же касается оставшегося после зимы мусора, с середины апреля на всех шести городских кладбищах начнутся субботники. Наталья Хмелева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости